Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости международной группы компаний Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. В начале этого года мы уже сообщали вам, что наша компания внедряет систему международного менеджмента качества ISO 9001. О том, как обстоят дела в этой области в настоящий момент, нам сегодня расскажет начальник технического отдела качества закрытого акционерного общества струнной технологии Михаил Петрович Костюков. Добрый день, Михаил Петрович. Как говорил один мой тезка, раз Михаил, значит человек хороший. Но говорить мы будем сегодня не о нашем имени, а о качестве. Что такое качество в целом и качество продукции в частности? Добрый день, Михаил. Добрый день, уважаемые слушатели. И зрители даже, я бы сказал. С таким понятием, как качество, каждый из нас стал чуть ли не ежесечасно и повсеместно. Так, на рынке или в магазинах мы всегда приобретаем товары. И, как правило, мы хотим, чтобы они были качественные, соответственно, лежащему качеству. И в случае какого-то расхождения или у нас, если возникают сомнения, мы обращаемся в соответствующие органы, например, общество защиты прав потребителей. Что же такое качество? Качество – это совокупность признаков, характеристик, свойств, которые определяют соответствие определенному образцу или эталону. То есть, благодаря этому свойству мы можем, или этой категории, мы можем определить применимость, жизнеспособность этого продукта. Качество продукции – это уже качество, это совокупность свойств применительно к продукции на соответствие и удовлетворение требований, запросов и ожидания. В первую очередь, потребителей, также соответствие нормативно-технической правовой базе и также законодательству. Если правильно понял, то главная цель вашей работы в нашей организации – это сделать так, чтобы клиенты SkyWay никогда не обращались бы в общество защиты прав потребителей. Совершенно верно. Чтобы это было гарантией нашей платформной работы, и у нас должен быть в итоге повсегда качественный продукт. Как я понимаю, должны быть тогда какие-то критерии оценки этого качества. Вот хотелось бы узнать, каково значение качества и как им управлять, а также регламентировать? Значение качества сложно переоценить, и оно возрастает все больше и больше. Так, создана специальная международная организация по стандартизации, так называемая ИСО. Вообще, оно функционирует как организация 1947 года, а более активное влияние на международном уровне в области сертификации и стандартизации началось с 1986 года. То есть, она разрабатывает основополагающие документы, технические нормативно-правовые акты. Это различного рода ГОСТы, стандарты и так далее. Существует какое-то взаимодополнение или наоборот путают понятие сертификации, аккредитации? Не могли бы вы объяснить, что такое сертификация, что она нам дает и для чего нужна? Для чего мы все это делаем? Чтобы было понятно и мне, и всем нашим партнерам. Да, конечно. Сертификация – это установление соответствия требованиям технических нормативно-правовых актов. В это понятие можно включить и получение так называемого сертификата. Это уже выдает аккредитованное в области сертификации орган. Кроме того, сертификация может быть как добровольная, так и обязательная. Принудительная, я хотел бы сказать. Можно сказать и так, но это требование законодательства, от него мы не можем отойти в сторону. Если надо, значит, мы проводим сертификацию в обязательном порядке. Что касается объектов сертификации, еще скажу. Значит, сертифицироваться могут как системы менеджмента, это может быть система менеджмента качества, система менеджмента охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности, информационной безопасности, например. Также это могут быть сертификации продукции, а также работ и услуг, предоставляемых различными организациями предприятий. А вот мы именно, что будем сертифицировать и самое главное, в какие сроки, потому что это очень интересует наших партнеров. Там что-то услышали, там весна, кто-то кричит. А я думал, сейчас уже все подробнее, если можно. Да, конечно. Этот процесс, нельзя сказать, что он кратковременный. И в нашей организации, в заводе струнных технологиях идет двумя направлениями. То есть мы ведем сертификацию системы менеджмента качества в нашем предприятии и параллельно ведем работы по сертификации нашей продукции. Теперь по порядку. Система менеджмента качества. У нас в настоящее время заканчивается доработка отдельных элементов. Это внутренние наши стандарты предприятия. Руководство у нас уже есть. Определена политика предприятия в области качества. Определены у нас цели для достижения этой политики в области качества. И ряд других документов. Теперь мы ожидаем внедрения его согласно приказу. И будет некоторое время проводиться обкатка. В дальнейшем будет проведен внутренний аудит этой системы у нас на предприятии нашими аудиторами квалифицированными. И уже будет подана заявка в орган по сертификации. Для того, чтобы получить долгожданный сертификат. Очевидно, с этим как-то связана учеба, которая практически ежедневно у нас проводится. Большое количество сотрудников посещают. Точно так. У нас для одного из направлений для внедрения сертификации, это, конечно, как вы правильно заметили, это обязательно многоуровневая подготовка наших специалистов. Значит, она проходит в три уровня. Первый уровень, это по окончании выдаются свидетельства. Это перестирование. Да, совершенно верно. Директор нашей организации Косрева Надежда Геннадьевна. По программе, которая отличается для высшего звена, для среднего звена, которые также при успешном окончании курсов будут выданы свидетельства. Вот такого образца. Таким образом, мы подчеркиваем, что у нас квалифицированный персонал. Для чего это происходит? Для того, чтобы каждый понимал свою роль в системе менеджмента качества и значимость. Для того, чтобы в итоге всегда стремился соответствовать и политике предприятия в области качества, и также на своем рабочем месте способствовать всячески высококачественной продукции. То есть, все то, что мы делаем, прописано черным по белому в политике предприятия? Точно так. Вот политика, которая определена руководством, политика нашего предприятия в области качества. Наш девиз – это высокое качество нашей выпускаемой продукции и оказываем их на услуг. Как гарантия успешного развития нашего предприятия и роста богосостояния каждого работника. Скажите, а каковы наши достижения в системе менеджмента качества? И вообще, что это такое? Что это за система? Я еще, возможно, не договорил, если позволите, о втором направлении. Второе направление – это сертификация нашего подвижного состава. Это, кстати, интересует всех больше всего. И нашей транспортной структуры. То есть это уже сертификация, и это идет речь о сертификации нашей продукции. Таким образом, у нас, как вы понимаете, будет сертифицирован весь модельный ряд всех движущихся транспортных средств. Коими являются юнибайки, юнибусы, юнитраки. Неважно, они навесные, подвесные, скоростные, городские. Вот все это будет сертифицироваться. А также сама путевая структура, которая состоит, как вы понимаете и знаете, из струнных рельс. В основе это предназначенных напряженных канатов, залитых определенным по составу бетоном. И в обойме из стального профиля металлического, как самого корпуса рельса, который поступает. Иногда фирма, в случае высокоскоростной трассы. Да, мы знаем. И также элементы инфраструктуры и дистанционного управления. Точно так же будут подвержены сертификации. А по срокам? По срокам. В настоящее время уже есть заключен договор с одной из аккредитированных российских организаций по сертификации подвижного состава, как электрифицированного городского транспорта. Ориентировочно срок окончания работ это заявлено весна 2017 года. И параллельно у нас сейчас идут на нашем опытно-экспериментальном полигоне, эко-технопарке, вы знаете, в штурмариной горке, проводятся испытания на легкой структуре юнибайка. Результаты этого испытания приемочные, они лягут в основу и будет утвержден проект технических условий. Наряду с разработанной на данный элемент подвижного состава консультовской документации в полном объеме, будет получен сертификат. И это даст нам преимущество внедрять в серийное производство. По-моему, уже мы сообщали о том, что из Москвы приезжали представители того института, который как раз таки и обладает аккредитацией на сертификацию нашей технологии. Да, точно так. Это уже произошло, уже заключен договор и уже идут работы в этом направлении. Значит, мы с вами остановились на том, что же такое система менеджмента качества и каковы наши достижения в этом. Да, конечно. Система менеджмента качества – это инструмент управления качеством на производстве. То есть это включает в себя ряд, совокупность методик, ресурсов, которые непосредственно организацией управляется качеством. Для чего она создана? Для того, чтобы она отвечать всевозрастающим запросам потребителя и она нацелена на нашего потребителя. Для того, чтобы было соответствие выпускаемой нашей продукции требованиям и потребителя, а также соответствие требованиям технических нормативных правовых актов разных систем ГОСТов, стандартов, кодексов становящейся практики и так далее. И, конечно же, к нашему законодательству. Так, основными ключами для разработки нашей системы менеджмента качества является так называемый алгоритмический цикл ПДЦА. Это Plan, Do, Check, Act, что подразумевает планируй, действуй, анализируй и совершенствуй. И также наша система менеджмента качества базируется на изучении и анализе рисков. Для того, чтобы минимизировать эти риски, смягчить их, перенаправить их и, по возможности, избежать. Таким образом, внедрение системы менеджмента качества, оно даст нам уверенность нашему руководству в выпуске продукции, отвечающей всем требованиям, нормативам. И даст уверенности и удовлетворенности нашего потребителя. Спасибо большое. В этой связи возникает еще один вопрос. И у меня, и у наших партнеров, в общем-то, мнения и вопросы которых я вам и транслирую. Значит ли это, что сейчас мы сертифицируем это, допустим, по российским или по белорусским нормам, а потом, допустим, будет адресный проект в Филиппинах, в Австралии, и нам нужно будет снова сертифицировать в этих странах или по требованиям этих стран. Или я уже просто знаю разговор, который неоднократно, в общем-то, уже у меня состоялся с Анатолием Эдуардовичем, что мы выбрали самые жесткие требования, которые только существуют в мире. И раз мы сертифицируем, как только, точнее, мы сертифицируем нашу продукцию по этим самым жестким нормам, то мы сможем строить SkyWay практически в любой точке земного шара. Да, значит, для того, чтобы нам вообще сертифицироваться, так как мы сейчас находимся у нас на родине Республики Беларусь, мы должны соответствовать прежде всего национальным стандартам, что мы сейчас и занимаемся. Кроме того, параллельно идет работа по сертификации на требования международных стандартов, которые дадут нам возможность, как вы правильно заметили, строить практически повсеместно на любом участке земного шара. Какие-то особенности и есть же. Но единственные особенности, конечно, есть, поэтому нельзя сказать, что требования, допустим, европейских стандартов, они могут быть учтены в полном объеме, допустим, в адресном проекте в Филиппин или в Индии. Поэтому, конечно, при разработке... Я думаю, что там будет проще, и подогрева пола явно не потребуется. Согласен. Возможно и так. То есть везде цель одна и та же – это сертифицировать. То есть минимальные, но различия есть. Но, в принципе, требования в разных частях, в разных странах и подходы, они, в принципе, одинаковые. То есть весной мы сертифицировали, и, в общем-то, за какими-то редкими исключениями это нам позволит строить наши дороги в любой точке земли. Правильно? Да, но непосредственно необходимо в той точке, где мы собираемся проводить работы, необходимо также учесть еще дополнительные требования каждой из местностей, каждой из стран. То есть нужно будет там все-таки на основе этого проходить сертификацию или каким образом? Возможно, получать какие-то дополнительные разрешения, либо дополнительный сертификат. А возможно и нет, потому что смотря где будет находиться адресный проект. Если в Европе, то вопросов таких, я думаю, не возникнет. Спасибо большое за ваши исчерпывающие ответы. Я транслировал те сомнения, тревоги иногда, в общем-то, вопросы, называя общим таким словом наших партнеров. И я думаю, что они так же, как и я, должны быть удовлетворены вашими исчерпывающими ответами. Спасибо большое за беседу. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании SkyWay по адресу rsv.defissystems.com И качество вашей жизни неуклонно будет повышаться. Строй SkyWay! Спасай планету!